МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале «Север» с вами в студии Илья Сахаров. Ледоход на Ринмаре ожидается 25-28 мая. На реке Печора голова основного ледохода находится на участке Усть-Усакушор. До мутного материка подвижки льда ниже по реке Дотошвиский ледоход различной интенсивности. На реке Печора в полдень начался ледоход в Нижней Каменке. Голова местного ледохода развивается в 5 километрах ниже по течению Нижней Каменки. Подвижки льда отмечены на участке Хангурей-Оксина. На Старой Печоре в полдень начался ледоход в Лаврском. Уровень воды в Оксино составляет 420 сантиметров. В Наринмаре – 250 сантиметров. Готовься они летом. Управляющие компании и ресурсоснабжающая организация отчитались сегодня о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду. А также подвели неутешительные итоги сезона минувшего. У всех в памяти горы неубранного снега, неухоженные придомовые территории и заброшенные детские площадки. За это, по словам вице-губернатора Александра Лидера, который председательствовал на совещании, оргвыводы будут сделаны. Разговор получился жестким. Город ставит рекорды по количеству управляющих компаний, однако вместо жесткой конкуренции – халантность и порой элементарная безответственность. Всю зиму улицы утопали в снегу. Его уборка шла, ни шатка, ни валка. Мы с вами застряли в 90-х примерно. Вот в Москве уже совершенно другой уровень работы, и очень хочется его сюда перенести. Вы напрямую должны работать с жителем, особенно управляющей компанией. Сегодня у вас на достаточно небольшой город 20 компаний. И это очень высокая конкуренция на самом деле. И мне непонятно, почему вы все вместе оказываете такой низкий уровень услуг. По-прежнему серьезной проблемой остается задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими предприятиями. На начало мая эта цифра составляет свыше 249 миллионов рублей. Переориентируйте свое мировоззрение на то, что вы работаете для жителя. А житель за это вам платит. Ваши долги, которые вы накапливаете, это ваша прямая проблема. Вы должны все прекрасно понимать на сегодняшний день, что если вы имеете большую задолженность, мы лишим вас лицензии. Работу управляющих компаний контролирует городская мэрия. И в администрации заверяют, что делают это чуть ли не в ручном режиме. В текущем режиме проверяем благоустройство. Каждый день у нас объезды. По поводу управляющих компаний, по поводу уборок могу доложить, что с начала года у нас 20 протоколов на управляющих компаниях. Из них вообще 24 по уборке. Ну там и пешники еще есть. А так следим везде, стараемся. Вице-губернатор считает, что муниципальный контроль за работой управляющих компаний должен быть значительно усилен. Вы сказали, что в зазимний период выставили 24 протокола. Это, наверное, подвиг. Хотя я считаю, что вы должны были выставить тысячи две, наверное, протоколов. Не надо улыбаться. Это ваша работа. Если вы их не выставляете, значит, я делаю вывод, что город у нас находится в отличном состоянии. Но его не было. И жалобы жителей тому подтверждение. В ходе минувшего отопительного сезона жители сел не раз справедливо предъявляли претензии к качеству угля, поставляемого в рамках северного завоза. Севержилкомсервис обещает, что в предстоящий отопительный сезон история не повторится, несмотря на то, что поставщик угля остался тем же. Тот же поставщик, Хакасский уголь. Ну, а здесь более жесткий у нас контроль качества будет. Директор уже лично ездил, смотрел уголь в Архангельске. Организовали анализ угля. Ну, и в дальнейшем будет при разгрузке тоже контролироваться качество угля. О своей готовности к очередному осенне-зимнему периоду доложили представители Ненецкой коммунальной компании, электростанции и главы муниципальных образований. Будут ли учтены уроки, покажет будущий сезон. Тимофей Жуков, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Нарин-Море состоялась встреча исполнительного директора Северного форума Михаила Погодаева и главы Ненецкого округа Александра Цибульского. Стороны обсудили план совместной работы на ближайшую перспективу. По итогам Генеральной ассамблеи Северного форума, которая прошла 12 апреля в Красноярске, Ненецкий округ избран председательствующим в организации на два года. В ноябре 2018 года в Нарин-Море пройдет совещание Комитета региональных координаторов Северного форума. Мероприятие приурочат к проведению масштабной международной конференции «Арктическая телемедицина», которая пройдет в регионе уже в третий раз. В рамках совещания координаторов будет рассмотрена новая стратегия Северного форума и одобрен план работы. В качестве примера возможной практической отдачи международной кооперации глава НАУ привел опыт участия Ненецкого округа в программах приграничного сотрудничества и использования инструментов этих программ для решения социально значимых задач. Исполнительный директор Северного форума с позиции временно исполняющего обязанности губернатора НАУ согласился и предложил сконцентрировать ресурсы организации на реализации инфраструктурных проектов. «Мы должны продемонстрировать северным регионам и населению, что благодаря международному сотрудничеству можно добиваться конкретных результатов. Сейчас необходимо рассмотреть и утвердить приоритеты по проектной деятельности, чтобы мы могли эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Мы предлагаем сфокусироваться на развитии инфраструктуры, поскольку это ключевой элемент повышения качества жизни», пояснил Михаил Погодаев. Глава региона Александр Цибульский встретился с представителями Общественной молодежной палаты при окружном собрании депутатов. Молодые люди представили свои проекты по развитию молодежной политики в регионе, а также выступили с предложением создать уникальный бренд нашего региона, который станет притягательным магнитом для туристов. Любовь Пермякова с подробностями. Будущее округа молодые и инициативные связывают с развитием арктического туризма. Владимир Абрамов в качестве примера рассказал руководителю региона о пятидневной экспедиции «Жемчужина Тимана-2018». Каждый год он с командой единомышленников отправляется в разные экстремальные путешествия по региону. «С нами могли ездить студенты, чтобы они могли видеть все своими глазами. Может быть, кто-то на самом деле загорится, кто-то может быть, потом подастся в туризм и начнет развивать этот кластер. Потому что сейчас мы рассматриваем туризм только с точки зрения коммерческий. Как, допустим, туризм молодежный, туризм спортивный, это не рассматривается. У нас есть большой потенциал, чтобы разработать туристические маршруты именно для туризма, который разрядный». На встрече молодые парламентарии рассказали и о том, как необходимо менять облик города Наринмара, несмотря на большие и приятные изменения в сфере благоустройства. Напомним, что в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда» с участием федеральных средств благоустроились три объекта. Дворовая территория по улице 60 лет Октября и строительная детская площадка в микрорайоне Старый аэропорт. Ранее местные власти подарили Наринмарцам большой парк «Юбилейный», расположенный в районе улицы Рыбников. Там установлены специальные конструкции для занятий гимнастикой на открытом воздухе. Красивый памятник труженикам завода Стелла Паларе появился в районе лесозавода. Но все равно, по словам молодежной палаты, есть объекты и площадки, которые портят лицо красного города. Давайте мы берем все старенькие дома неприсимые. Согласен, 100% согласен. Хочется, чтобы у нас был какой-то определенный предоставительный план. Вот видела план, по-моему, из 61-го года, не буду брать. Старый очень, согласен. Потрясающий план, шикарный набережный в центре города. Я вот департаменту поставил задачу, что все дома, которые сдаются, должны сдаваться с хорошей инфраструктурой дворовой. Именно такой современной, чтобы это было красиво, а не тяп-ляп, чтобы не было дома более-менее приличного, а вокруг, значит, по колено глины и песка. Ну, это тут не нужно. Поэтому это точно будем требовать, это правильно. Это называется современная городская среда. Также на встрече представители молодежной палаты представили проект «Открытое пространство». Его инициатором выступил Центр региональной молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Уникальная площадка будет создана на территории одного из бывших детских дошкольных учреждений города. Это арт-пространство ребята со всего региона заполнят творчеством, креативом и спортом. На ней каждый сможет реализовать свою идею. Проект «Открытое пространство» уже получил поддержку главы региона. От фантазии к реальным проектам. В Наринмаре впервые прошла деловая игра «Морское пространственное планирование. Если бы решение принимал я». Участие в ней приняли все те, кому не безразлична судьба акватории Печорского моря. Цель игры – сформировать морской пространственный план, который позволил бы обеспечить рациональное использование морских ресурсов, сохранить и улучшить экологическое состояние морской акватории региона. Команда «Зелёных» занимается морским пространственным планированием условной акватории, но очень похожей на Печорское море. Основная задача участников этой команды, каждый из которых играет свою роль – капитана, планировщика, экономиста, социолога, эколога, представителей морских отраслей – сохранить экологическую составляющую в регионе при развитии хозяйственной деятельности. Я капитан «Зелёной» команды, команда, которая нацелена на сохранение природы для будущего поколения. Сейчас мы обсуждаем экологическую обстановку в регионе и вырабатываем какие-то планы, мероприятия по дальнейшему улучшению обстановки в регионе. Развитием экономики акватории Печорского моря при морском пространственном планировании в игре занимается команда «Красных». «Синя» отвечает за социальную политику, в команде «Белых» – наблюдатели, условные журналисты, чиновники, представители зарубежных стран. Но результат, на который работает каждая команда один – сделать так, чтобы море, на побережье которого живут люди, досталось будущим поколениям в том виде, в котором оно есть сейчас, но при лучших условиях жизни. Сама игра как таковая – это действительно просто игра. Она даёт возможность людям почувствовать себя с одной стороны детьми в песочнице, которые ни за что не отвечают, с другой стороны помогают людям понять, что даже их голос может повлиять на принятие решения теми органами, которые эти решения должны принимать. Это учит ответственности. Это такой подход, который показывает возможность привлечения широких кругов населения к процессу принятия решения по рациональному использованию морской акватории. Но здесь, в частном случае, конечно, это Печорское море, на базе которого мы и проводим эту игру. История морского пространственного планирования в Европе насчитывает уже более 15 лет. В России оно новичок. Поэтому пока на законодательном уровне такого понятия, как морское пространственное планирование, нет. Но есть ряд пилотных проектов для Баренцева моря, Финского залива, акватории Калининграда. Ещё один большой проект по заказу Минприроды находится в разработке. Морской план ведь составляется на перспективу. И это перспектива 25-30 лет. И он определяет будущее развитие территории или акватории. И, наверное, для простого человека появится, во-первых, возможность участвовать в общественных слушаниях и принять личное участие в будущих плановых решениях. А значит, определить развитие своего региона на акватории на перспективу 25-30 лет – это, наверное, основное. А второе – это возможность просто узнать, а что же планируется делать на акватории, что здесь будет развиваться, какие отрасли, и, может быть, определённым образом построить свою жизнь. Игровой план развития акватории Печорского моря, отмечают эксперты, получился достаточно интересным и основан на местной специфике. Поэтому команду победителей в игре определять не стали, ведь для достижения единой цели важна дружба. Мария Владимирова, Татьяна Поздеева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Не отстают от внуков. В Наринмаре стартовали обучающие занятия для представителей высокого возраста. Со смартфонами в руках они постигают все тонкости технического прогресса. Организаторы уверены, что современные гаджеты скоро станут для наших бабушек и дедушек такими же привычными и обыденными, как телевизоры с пультами управления. По словам председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Риммы Костины, в свое время представители высокого возраста пользоваться мобильными телефонами обучала молодежная палата при окружном собрании депутатов. Со временем на смену кнопочным телефонам пришли сенсорные, а вместе с ними возникла потребность и в новом обучении. Подарили детям, внуки подарили новые телефоны, а пользоваться ими не получается. Поэтому я обратилась к Павлу Анатольевичу, помочь нам реализовать этот проект. Я хочу, чтобы все наши пенсионеры шли в ногу и с жизнью, и с научно-техническим прогрессом. Приглашаю всех, кто хочет научиться пользоваться телефонами новой марки, позвонить по телефону 2 16 83 Лебедев и Любовь Владимировна. Мы будем комплектовать новые группы и продолжать обучать. Пусть не волнуется, все, кто хочет, всех научим. Обучающие занятия для представителей высокого возраста проведут специалисты Ненецкого информационно-аналитического центра. Как отметил директор учреждения Павел Окладников, обучение будет проходить в интерактивном формате. Каждый желающий сможет получить подробную консультацию по работе с конкретной моделью телефона. Совместно с Союзом пенсионеров Ненецкого округа мы приняли такое решение, чтобы будем этим заниматься. Буквально по статистике уже даже люди высокого возраста, там за 70 лет, порядка 55% еженедельно заходят в сеть интернет посредством компьютеров, посредством смартфонов. Поэтому мы хотели бы, чтобы они это делали, а, удобно для себя, и, б, безопасно для себя. И как раз-таки на это и будет нацелен наш небольшой пока проект, но в дальнейшем, я думаю, что он распространится не только на город Наринмар, но и на все населенные пункты Ненецкого округа. Группы для обучения будут формироваться по потребности. Количество участников не ограничено. Записаться на занятия или получить интересующую информацию можно по телефону 2-16-83. В Наринмаре установят современные автобусные павильоны. Выделение средств на их изготовление и установку согласовала администрация округа на очередном заседании. Средства будут выделены в рамках заключенных с недропользователями соглашениях о сотрудничестве. Ранее на замену автобусных остановок недропользователями уже выделялось 20 миллионов рублей. На эти средства предполагалось заменить 29 остановок, 5 из которых были установлены. Дальнейшие работы и финансирование проекта были приостановлены по инициативе главы региона с здесь низким качеством исполнения. Новые торги будут объявлены в следующем месяце. Подрядчику необходимо будет демонтировать 7 старых автобусных остановок и установить 9 новых павильонов различной вместимости на автомобильных дорогах по улицам Первомайской Вучейского, Ленина и Октябрьская. Каждый павильон будет оснащен датчиком освещения с диодным светильником и камерой видеонаблюдения. Также объекты будут оснащены многослойными стеклами, стойкими к ударам твердыми предметами. Автобусные павильоны будут располагаться на площадках, вымощенных тротуарной плиткой. Помимо этого, на выделенные недропользователями деньги планируется отдельно провести работы по обустройству пешеходных переходов в поселке Искателей, в районе улицы Северная и в Наринмаре на пересечении улицы Вучейского и Полярная с установкой светофорных объектов. На дорогах Наринмара и поселка Искателей появляются все больше велосипедистов. Многие из них знают и соблюдают правила дорожного движения. Но есть и те, кто в силу своего возраста и неопытности разъезжают по дорогам, как им вздумается, подчас рискуя собственной безопасностью. Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей транспортных средств быть внимательными на дорогах, особенно если рядом находятся велосипедисты. В свою очередь, владельцам железных коней тоже необходимо помнить о правилах поведения на проезжей части. Напоминаем, что разрешается выезжать на дорогу общего пользования в возрасте с 14 лет, естественно, со знанием правил дорожного движения. До 14 лет детям разрешается движение строго по тротуарам, пешеходным дорожкам без выезда на проезжую часть. Также напоминаем, что при подъезде пешеходного перехода и пересечении пешеходного перехода велосипедист должен спешиться и переходить дорогу пешком. Если велосипедист при движении по тротуару создает помеху и опасность для пешеходов, то в таком случае он должен слить со своего железного коня и передвигаться пешком. Соблюдение этих простых правил убережет участников дорожного движения от нежелательных проследствий. Такова была информационная картина к этому часу. Наши выпуски вы также можете посмотреть в интернете по адресу www.trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...